Всем доброе утро. У нас сегодня нет такого ветра. Вчера моряки сказали, что сегодня в море выходит, что сегодня будет поменьше ветра, а завтра опять вернется, представляете? Вот такая вот готова сия у нас с ветром. Я сегодня не накрасилась, сегодня четверг будет, спокойный день, никуда не собираюсь. Очки напялила, губы накрасила, красивая. Даже успела патчи сделать под глазки, поэтому такие дела. Машинка вот у нас стоит. Собачка, смотрите, отдыхает. Все улицы пустые, в том плане, что много парковочных мест. Не мешало бы мне помыть мою машинку, поэтому я ее так рассмотрю. Я уже дома, чем я тут занимаюсь. Рыбка Дорада. Я ее натерла специями для рыбы. Начинила лимоном, там внутри тоже лимон. Здесь у меня спаржа просто с солью. Здесь в мешке я соединила специи всякие, сыр вот этот вот, как, ну вы видите, тоже такой сильно потертый. Все это вот так вот перемешала. Вот. И сейчас тоже сюда и в духовку минут на 20-30 на 200 градусов. Вкуснотища! Вот что получилось. Кабачки нереально вкусные. Это я смотрела рыбу пропекла, если она нет. Я буду кушать. Всем приятного аппетита! Пока дует приятный ветерок, такой прохладный, и начинается, но лето еще не пришло, жара, мне нужно погладить все. Вот я приготовила уже гору. Одежды здесь, разные рубашки мужа, шорты его, в которых он пытался вчера порыться и достать себе что-нибудь. Я когда увидела, они меня там лежали, я говорю, надеюсь, он ничего не одел на себя из-за этого, потому что это все мятое. Он говорит, ну... Я, говорит, смотрел, смотрел, говорит, на шорты, думаю, да нет, наверное, их такие мятые не надо одевать. А может быть, это, говорит, мода такая. Вот и нет, все-таки надела джинсы. Ой, а я когда увидела, просто я уже еще спала утром, увидела, что это все вот так вот зверешь. Ну, блин, сейчас что-нибудь напялил на себя. Но нет, пронесло. Здесь, естественно, и мое есть рубашка. В общем, дофига всего летнего включила себе сериал «Чернобыль». Не знаю, что-то все о нем говорят. Надо немножко повернуть сюда, на меня. Видите? Я подключила ноутбук туда и буду сейчас гладить и смотреть. Кстати, мне надо новую вот эту фигню купить, потому что она у меня есть привычка. В общем, утюг я не ставлю вот сюда, а ставлю на эту, и оно все зажглось. Ой, в общем, на это не ставлю, всегда вот сюда ставлю. Ну, и оно уже сожглось, все, и надо новый покупать. Чехол. Вот специально у меня вода для глажки. Вот такая есть, заливаю и все. Я глажу очень редко, очень редко. Ну, вот после зимы, так как одежда вся лежала у меня в вакуумных пакетах, то, естественно, она как из одного места. Ее нужно погладить. Хотя потом у меня машинка не в этом чистая у меня. В общем, машинка у меня не мнет одежду, и я ее просто вот так делаю, вешаю, и все. И все идеально гладко. Ну, естественно, вот такие рубашки-то их по-любому надо будет гладить. Вот, ну, я их не каждый день ношу, поэтому гладь тоже я ее не глажу часто. В общем, займемся делом. Кому нравится гладить, кто любит гладить? Вы знаете, это одно из дел, которых я более-менее, ну, нормально отношусь, потому что можно посмотреть телек, не слишком нужно затрачивать физического труда. В общем, можно погладить, но не в жару. Ну, так как у меня сейчас все открыто, видите, здесь открыто, там в спальне тоже открыто, дует небольшой, говорю, ветерочек. Буду гладить, смотреть сериал «Чернобыль», и все, а потом пойдем с Чарли гулять. У меня лопнула губа, видимо, глубоко, и очень болит. Я ее всем на свете мажу, но так и хочется вот так сделать. Чарли там отдыхает. Вот, он, видите, себе пытался сделать гнездо. Как всегда, все вскомкал. Это вообще там его место. А вот, вскомкал все везде, поправляй, не поправляй. Ну, вот он так вот лежит. Мне так нравится его поза, когда он лапы оттопыривает, вот так вот нажат, и шпит, и шпит. И он вон туда ляжет, сюда ляжет, так вот ляжет. Вот где хочет, там и ляжет, да? Ты моя сладость, ты моя радость. Да, да, да. Ладно, буду делами заниматься. Помните, я как-то показывала, что у нас пальмы все сожгли? То ли сожгли их специально, то ли не знамо как. Ветер, видите, какой. Ну, смотрите, они очухались. Все живые. Хоть их и палили. Мне вообще муж говорит, может быть, их специально спалили, чтобы, потому что они были неухоженные, не обрезанные. И типа, чтобы вот так вот их привести в порядок таким образом. Не знаю. Ну, вот они и живые, все пальмы. Выжили. Представляете, какие живучие. Мы сегодня вот и гуляем. Я прям вообще с коротким рукавом иду. Если бы не ветер, было бы очень жарко. Ветерок обдувает и классно. Вот эта дорога у нас. Вот там наш город. Видите, вот Алькампуашан. А эта дорога идет на пляж. Кстати, вот такой вот, ну, нормальную более-менее, да, вот пешеходные есть. Здесь велосипедисты. До пляжа здесь километра три. Вот. И, в общем, эту дорогу сделали года два-три назад. Это Рамбла. Рамбла это вот, когда дождь идет с гор. Там вот, видите, горы разные. Стекает вода. Ну, вот есть такие, как речушки, да, они. Стекает вода по ним, чтобы... Ну, это все натуральное. Конечно, сейчас тут никакой воды нету. Вот. Ну, когда сильные дожди, чтобы не затопило город. Вот по этой вот Рамбле стекает вода. Ну, и по бокам сделали дорогу. Ирина тут и была всегда, но такая неухоженная. В общем, здесь асфальтировали, все сделали красиво. И можно теперь много спортсменов ходит пешкарусом, бегом и бегают на великах до пляжа и обратно. Но я до пляжа не дохожу. Тут собаки. Чарль, видите, вот там собаки. Здесь, кстати, одна была такая белая лохматая такая. Куда-то делась. Это вот Черемоя. Что я говорила, уже забыла. А, так я вот так вот иду. И вот туда. Мой дом вон там вообще. Короче, 6 километров. Я сейчас прошла меньше полпути. В общем, вот такие вот пироги. А вот там город, которым я работаю. Вот туда. Белый. Тут ребятишки ходят на самокатах. Не боятся же родителей впускать. Хотя, что же они, может, скажут. Мы пойдем гулять, и хрен его знает, куда они там ушли гулять. Правильно, выбрось его нафиг. Ой, я не могу над ними тесними этими. Вот так. Вот так мы идем. Правильно, так его, так его. Так его мама потом еще новый купит. А что? Ну, вот вам еще немножко черепашек. Морская черепашка. Наверное, мама с дочкой. А вот там еще одна загорает. Это прям сухая. Она, наверное, давно уже загорает. А этот все не накувыркается никак. Кувыркайся, кувыркайся. Шерсть у него летит вообще. Это пипец сколько. Пылесошу каждый день. Хоть шубу себе делай. Давай, давай, кувыркайся. Вот так, вот так. Вот как он. Так вот, делай вот так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот. Молодец. Муриен и Тику. Ой, все черепахи разбежались. Тут что-то как-то почистили, что ли. Я не пойму. Тины меньше намного стало. Вроде бы как, почистили. Ой, сейчас он голубей будет гонять. А я хочу. Там вот ребенок маленький. Как бы он не напугался. Мы его учали. Но я думаю, что он с мамой и с папой. Вот, вот, вот. Сейчас погавкает еще. Опа. Вот, видите. А я хочу, а я хочу опять. По крыше бегать голубей. Погонять. Дразнить Наташку. Дергать за косу. На самокате мчаться по двору. Блин, сколько тут детишек. Площадка-то ремонтируется. Поэтому все детишки тут. А я хочу. Так что пойдем в обход. Лягушки квакают. Ой, ну лепота. Ну природа это вообще. Видите, как они сели. Им хорошо. Смотрите, вот это идет впереди. Это наш сосед. А я им в глазах думал. Кружится голова. Едово стою я на ногах. Но я ведь не пьяна. В общем, у меня, знаете, Чарли на него все время гавкает. А я раньше не понимала, что он на него гавкает постоянно. Вроде бы как. Ну у меня Чарли не такой, чтобы вот идти по улице и гавкать на кого-то. Пока я не увидела его вот в таком вот состоянии. А он, по-моему, в таком состоянии всегда. А мой Чарли очень не переваривает пьяных людей. Вообще вот я не знаю как, но он их прям вот не переваривает. Боится и постоянно на них гавкает. Ой, мне так смешно. Я вот постоянно за ним наблюдаю. Ну как наблюдаю? Я прям за ним не наблюдаю. Просто выйду на балкон. Внизу на первом этаже живет. Его кто-нибудь постоянно привозит. В таком состоянии вообще. А с виду нормально одет. Приличный мужик. Ну как мужик уже, дедушка. Уходит утром. В нормальном состоянии. А вечером уже как придется. О, я не могу. А еще у меня такой случай был. В дверь, когда кто-то... А, не кто-то, а почтальон в дверь звонил. Вот. И я подхожу к двери. И почтальон уходит. А я открываю ключом, захожу в дверь. И он идет, значит, такой с наездами на меня. Могла бы и сказать. А я сразу даже не поняла, что ему должна была сказать. Он опять видит мое недоумение. Опять. Раз уж звонишь, то хотя бы сказал его, зачем. Я говорю, не поняла вообще, куда звоню. И что говорить. Чтобы я тебя открыл. Я говорю, а зачем мне открывать, если у меня есть ключи. А это не тирала? Я говорю, что я не я была. Я не врублюсь вообще, что он мне хочет. В дверь кто-то позвонил. И типа молчит. Я говорю, а я тут при чем? У меня, говорю, ключи. Он, а, ладно, хоть бы извинился. Ну ничего, его потом на следующий день Чарли облайн. Отомстил. А вот тут у нас еще постоянно молодежь собирается. Малолетка. Дура, дура. Ну там им лет по 14-15. Они такие развлекаются там, заигрывают друг к другу. В общем, молодежь. А мы уже домой пришли. Вся мокрая, как всегда. Сейчас пойду в душ. Прошло минут 40 после того, как я вернулась с прогулки. И пришло время поужинать. Ужинать я сегодня буду ананасом. Осталось только его порезать. Я уже его поставила. Надеюсь, что он спелый и вкусный. И не гнилой. Вот. И буду ужинать. И усю. Это такой вот у меня будет ужин. Эх. Очень сладкий ананас. Мой какой-то переспелый, мне кажется. Вот, почистила. Вот эту часть я в холодильник уберу. Будем доставать, есть в течение, не знаю, 3 дня. А это сейчас съем. Заварила себе чай. И, вернее, это фенхель для газов. Меня сегодня. Так как много ем фруктов, арбузов. И меня. Как это назвать-то? Меня прет. Меня прет. Ну, вы поняли, да? Смотрите, моя лапа как спит. Моя прелесть. Своей игрушкой. Вот он ее положил. И вот сам рядышком. Да, моя сладкий. Такой ты моя лапа такая. Ой. У меня еще сегодня одна постоянная клиентка появилась. Я очень этому рада. Потому что моя работа состоит не из таких вот клиентов, которые зашли и ушли. А из постоянных. У меня такая зона, деревушка. Вы сами знаете. Вот что там очень много туристов. Но туристы, они же не истричься, едут и укладываться. Хотя у меня летом очень много таких туристов заходят. Именно помыть голову. Сегодня вот две женщины было. Они вообще не бени-мени-кукареку ни по-русски, ни по-испански. Мы друг другу все поняли. Потому что по-английски я уже знаю, как это высушить голову. Ну, и там на пальцах покажешь. И они непривередливые, оставляют хорошие чивы. Но в основном моя работа состоит из моих постоянных клиентов, которые ходят каждую неделю. Бабушки здесь, ну и вообще женщины, ходят каждую божью неделю. У них есть определенный день. И они ходят в парикмахерскую, чтобы помыть голову и уложить волос на неделю. У них есть, даже некоторые свои шампуни приносят у меня. Они есть. Вот я им голову мою их шампунью. Конечно, у меня есть разные шампуни, но это намного выгоднее принести свою и мыть уже свою шампунью. Принести свою шампунью и мыть ею голову. Ой, не могу. Ой, моя твоя понимать, да? Так скажу что-нибудь, хоть стой, хоть плакай. Вот видите, у меня сегодня такое игривое настроение. В общем, приносят свой шампунь и я им мою голову. Как хотят. У некоторых там против выпадения волос, у некоторых там для объема. Ля-ля-ля, тополя. Вот. И вот сегодня еще одна бабулечка пришла. Вот. Принесла тоже свой шампунь. Потом еще свою маску. Что там у меня на голове? У каждой клиентки моей был когда-то свой парикмахер. И вот они как ко мне пришли. Например, сегодня бабулечка пришла. Она говорит, я всю жизнь ходила к одной парикмахерше. Она вот там мне объяснила, в какой улице у нее была парикмахерская. Но она говорит, ушла на пенсию. И вот говорит, ушла на пенсию. И я знала, что ты здесь. И вот ты мне, как бы я к тебе пришла. Я поспрашивала там. Но я ее видела, эту бабулечку, много раз. Я со всеми ними там уже здороваюсь. Но вот они, знаете, как прив... Она говорит, так привыкаешь к человеку, что он как будто вот тебе родной становится. Я их прекрасно понимаю, потому что я еще своего шампуня... Я еще своего парикмахера не нашла. Вернее, я его нашла. Это моя... Это сестра моего мужа. Куньяда, да, так скажем. Но она далеко живет. И как бы... Даже вот новая родственница... Ну, не новая, она уже давно родственница у нас. Вот она меня стрижет. Мне все-таки не так нравится мне, как она стрижет. Как вот... Так, она меня не слышит и не понимает. Буду с вами откровенничать. Мне больше нравится все-таки сестра моего мужа, как меня стрижет. Но ее хрен застанешь. А теперь и того больше, потому что она любительница пляжа. А у них есть, ну, вторая квартира там в соседней деревушке. В общем, ее хрен выловишь. Она у нас женщина деловая. Она и в театре у нас выступает. И попутешествовать любит. И, в общем, ее не поймаешь. Ну, я вообще, знаете, не люблю навязываться, поэтому... А парикмахерский... Парикмахерский, как бы... Я вот ходила, ну, ходишь, приходится. Ну, опять не то. Мне не нравится. И вот поэтому я понимаю своих клиентов, которые привыкли, всю жизнь ходили к одним и тем же. И потом вдруг у них что-то происходит, они ко мне приходят. Ну, ничего, пока все довольны. Нет, конечно, есть, которые приходили, уходили. Все это есть, как у любого другого парикмахера. В общем, я рада. У меня новая клиентка появилась. Ушла довольная. Ну, вот. Ну, мы еще с ней разговоримся. Потому что первый раз, как бы, знаете, когда первый раз укладываешь кого-то, не знаешь, ни как волос себя поведет, ни как нужно укладывать, ни как там, я не знаю... Когда уже вот я пять лет одну и ту же укладываю, я там ее знаю, могу даже с закрытыми глазами уложить, и она пойдет довольная. А это вот первый раз, как бы, знакомство происходит. Ну, в общем, все. Вот так вот я вам похвалилась своей новой клиенткой. И вот все. И сегодня у меня по планам последний герой. Буду смотреть в 10. А пока пойду умоюсь. Почищу зубки. Моя лапа сидит, так слушает меня, слушает. Скажет, что она там сама с собой разговаривает. И буду с вами прощаться. Скажи всем пока-пока. Скажи всем пока-пока. Пока-пока. В общем, пока-пока, до завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok